Областному госпиталю ветеранов войн требуется новое медицинское оборудование и модернизация инженерных систем. Региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках проекта «Старшее поколение» проводит мониторинг специальных учреждений здравоохранения. Подробнее Александр Куршев. У Людмилы Михайловны Рузиной больной позвоночник. После операции в центре нейрофюрергии расширили каналы дисков и направили восстанавливать здоровье сюда, в областной военный госпиталь. Она дочь ветерана Великой Отечественной войны. Все расходы на себя берет государство. Его забрали мне было 9 месяцев, я вообще его не знала. Я только мы жили в деревне, я всегда, мама говорит, ели картошку гнилую. А в какой деревне жили? Машковский район, деревня Старый Порос, Дубровина, вот может слышали такое. И паренки паренные просила. Все, больше ничего. Сейчас Людмила Михайловна и другие пациенты госпиталя не только получают здоровую и полезную пищу, но и высококачественное медицинское обслуживание. За здоровьем людей здесь следят порядка 150 специалистов. Однако есть к чему стремиться. Это подтвердил региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Николай Мамулат. Внимание, которое сейчас оказывается именно госпиталям, ветеранам войн, оно особое. И задача поставлена очень серьезная, чтобы привести в надлежащее состояние, чтобы были полностью обеспечены медицинским оборудованием, чтобы были оборудованы здания всем необходимым. То, что касается безопасности помещений и всего здания. И особое внимание, естественно, я бы сказал, отношению к пожилым людям. Единороссы регионального отделения на этой неделе проверили три военных госпиталя Новосибирской области. Смотрели палаты, говорили с пациентами и персоналом. Интересовались медицинским и лекарственным обеспечением. Задача, поставленная президентом, увеличить средний возраст пенсионеров с 71 до 85 лет. Это комплекс мер по охране здоровья пожилого населения, социальная работа, правовое сопровождение, занятость и спорт. Иногда просто человеческое внимание. «Нам необходимо посмотреть в большей степени, какие необходимые материальные затраты, финансовые затраты, еще вложить в бюджет для того, чтобы все эти учреждения были приложены максимально к тому стандарту качества, о котором говорим». Конкретно в областном военном госпитале номер два сегодня нужна новая вентиляция, эндоскопическое оборудование, ремонт технических и жилых помещений, благоустройство территории. Единороссы все записали. В ближайшее время результаты мониторинга направят в Москву. Александр Куршев, Алексей Баженов, Новость ОТС.